15 лет я был в сборной команде России. Начал прием после того, как у меня случилась травма. То есть я на горных лыжах упал, у меня был вывих часть плеча и разрыв связок. И мне сказали, что восстановление займет от двух до четырех месяцев. Да, то есть я почувствовал именно, что я делал какие-то зарядочки, но мне сказали, что через два месяца ты можешь что-то поднимать выше пяти килограмм. Тяжелее пяти килограмм. В принципе, я уже, говорю, где-то прошло примерно 15-17 дней, я уже спокойно тягал сумки. Для меня это было открытием. Ведение магазинов требует довольно много контроля за ними. То есть я сейчас на этой стадии развития бизнеса и мне всегда нужно будет какие-то вопросы решать. С Синтезитом я удивился, что с утра до вечера я могу быть бодрым, сохранять активность. Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Александр и мы с вами на канале биоактивного минерала Синтезит. И у нас сегодня в гостях Алексей Дрёмин. Алексей Дрёмин спортсмен. Алексей, здравствуйте! Привет, Александр, привет! Алексей, пожалуйста, расскажите нашим зрителям про свой опыт приема Синтезита и, пожалуйста, еще расскажите о том, какой вы спортсмен, чтобы зрители понимали, чем вы вообще, в принципе, занимались и занимаетесь сейчас? Ну, я занимался легкой атлетикой, скажем так, ну, профессионально 23 года. Вот, 23 года, получается, 15 лет я был в сборной команде России. То есть это 2005 по 2020 год. То есть сейчас уже год я, в принципе, закончил, скажем так, профессионально. Участник олимпийских игр 2012 года на 110 метров с барьерами. Ну, участвовал еще в чемпионате мира, в Синерном универсиаде, чемпионате Европы. Из основных достижений еще чемпион России 2011-го, зимой, летом. И у меня было пятое место на чемпионате Европы по молодежи. Это 2011 год. И пятое место на чемпионате мира по прям супер таких каких-то достижений нет. Но все равно я поездил в всемировой форме, захватил и был около призов на крупных стартах тоже. Вот. Это касаемо таких регалий. Ну, мастер спорта международного класса именно в беге на 60-10 метров с барьерами. Ну, супер-супер. Алексей, то есть у вас такая достаточно большая плотная спортивная карьера. Наверняка вы кучу всяких добавок перепробовали, да, каким-то образом помогая себе становиться быстрее, сильнее, да, и ловче, так сказать, да, в своем виде спорта. Вот. Поэтому вам есть чем сравнить. Насколько я знаю, вы сейчас занимаетесь какими-то определенными поставками, да, спортивного питания. Вот. У вас есть спортивные магазины свои собственные. И вот вы недавно принимали Синтезит. Подскажите, какие, пожалуйста, вот у вас были наблюдения, ощущения, субъективные, объективные. Вот что вы можете сказать про ваш опыт приема Синтезита? Ну, получается, да. У меня магазин спортивной экипировки. Это Nike и Adidas. Вот ASICS. Ну, сейчас два магазина в Челябинске и Екатеринбурге. И там еще у нас бывает, так, периодически мы работаем в Кисловодске. Вот. Ну, и мы продаем заодно спортивные добавки. То есть то, что я сам употребляю, то, что я знаю, я знаю для чего. Я советую спортсменам, в том числе, там, моим друзьям со сборной. В основном это легкатлетика и лыжное ориентирование, лыжи. Ну, там, немножечко триатлон, немножечко есть знакомые. Вот. По поводу Синтезита. Вот. По поводу Синтезита, конечно, были заявлены очень такие, ну, интересные эффекты. Вот. Интересные эффекты. Вот. Я начал прием после того, как у меня случилась травма. То есть я на горных лыжах упал, у меня был вывих, получается, плеча. Вот. И разрыв связок. Ну, еще большой палец на левой руке. Тоже я ходил в ангетке. И мне сказали, что восстановление займет от двух до четырех месяцев. Вот. Я решил как раз пропить Синтезит, попробовать. Вот. И, в принципе, в конце февраля у меня сняли гипс и ангетку. Точнее, сняли гипс и у меня был жесткий вандаш. То есть, мне тоже его сняли. Вот. И довольно боязно после месяца иммобилизации, ну, что-то вообще делать. Вот. Я начал пить Синтезит и потихоньку делать зарядки. И, в принципе, через уже, сейчас скажу, где-то две недели я уже спокойно тягал, там, какие-то мешки весом по, там, 10 килограмм, хотя мне сказали не больше пяти. 10, там, 15, даже, там, 20 килограмм, в принципе. И, ну, я почувствовал эффект. Я почувствовал эффект, что, ну, мне становится намного лучше. Это первое. Второе. Ну, мне довольно... В общем, ну, ведение магазинов требует довольно много контроля за ними. То есть, я сейчас на этой стадии веде бизнеса. И мне всегда нужно будет, ну, как бы, что-то какие-то вопросы решать. И Синтезитом я удивился, что с утра до вечера я могу, в принципе, ну, быть бодрым, да, сохранять активность. Мне это очень понравилось. И голова ясная. Ну, я соображаю, потому что к концу дня очень часто уже, ну, от потока информации, ты очень устаешь. Вот. И еще такой немаловажный факт, что, ну, у меня растительности не так много на лице, но Синтезитом я стал бороться по два раза в день. То есть, тоже, ну, какой-то такой косвенный признак, да, но, как сказать, повышение метаболизма, вот, есть в организме. Вот, это интересно. Ну, да, замечательно. То есть, получается, по поводу вашего плечевого сустава, у вас ускорилась существенная регенерация, то есть, восстановление непосредственно самого функционала, правильно? Да, то есть, я почувствовал именно, что, ну, я делал какие-то зарядочки, но мне сказали, как бы, через два месяца ты можешь что-то поднимать, ну, выше, там, пяти килограмм, тяжелее пяти килограмм. В принципе, я уже, говорю, где-то прошло, там, примерно, 15 дней. 15-17 дней я уже спокойно, в принципе, потягал сумки, ну, для меня это было открытием. А врачам не говорили, что, вот, смотрите, ребята, меня тут практически в четыре раза быстрее все восстановилось, ничего не говорили? Ну, к сожалению, я был в обычной поликлинике по месту жительства, то есть, там не наложили, я не стал ходить к частным врачам, я считал, что это, ну, не стоит этого, в принципе, вот, и, ну, у меня не было времени возвращаться, то есть, я уехал в Москву, потом был в Питере, потом я уехал вообще в Кисловодск, и мне не было времени, ну, вообще, к ним даже заходить, поэтому, ну, не знаю, я думаю, они хорошо к этому отнеслись. Согласен, согласен. Уважаемые зрители, вот мы с Алексеем непосредственно пытались уже несколько раз записать наше интервью, и все время у Алексея не было времени. Как вы слышали, да, то есть, прием синтезита был в феврале, и вот с тех пор мы постоянно перезванивались, давай запишем, давай здесь, нет, я на соревнованиях туда, я поехал на фестиваль сюда, мне тут надо вот магазин здесь, магазин там, что-то там еще происходит очередное, вот сегодня мы наконец-то встретились, чтобы из первых уст узнать, и причем за это время уже Алексей нам помог с несколькими людьми, с несколькими спортсменами, дать им оценить непосредственно действие синтезита. Один из них выиграл чемпионат России по горному бегу, другой улучшил личный рекорд в марафоне, в полумарафоне на 21 километра, я оба этих видео ссылочками приложу непосредственно под этим видео, вот и сам непосредственно Алексей сегодня вот нам вот рассказал, что ускорилась регенерация в несколько раз, чувствует он себя лучше, энергия прет, как говорится, к вечеру не устаешь, вот, что-то еще вроде было. Да, еще мы записывали провали в Кисловодске, по-моему, в апреле, и у меня, ну я там простыл, было прохладно, и у меня был герпес, вот, и мне посоветовали пропить синтезит, я пропил, и, в принципе, на пятый день он у меня уже практически пропал, то есть это вот, это тоже такой интересный эффект. А обычно за сколько герпес проходил, пропадал? Ну хотя бы это где-то через недельку начинало там уменьшаться, да, примерно там, где-либо на десятый, наверное, ну то есть у меня такая, ну, была существенная, скажем, заметная, как это, даже не знаю, воспаление от него. Болячка. Да, болячка, вот, а тут, в принципе, на пятый день у меня уже, ну, уже все, он практически был незаметен. Ну да, это ускорение регенерации, конечно же. Уважаемые зрители, уважаемые спортсмены, кто нас будет смотреть, в принципе, все, да, то есть синтезит, это не лекарство, синтезит, это просто энергия для организма, для восстановления его нормального состояния функционирования. То есть то, что вот вы видите по Алексею, как быстро плечо регенерировало, как быстро прошел герпес, как много энергии, это вот все мы должны так, в принципе, функционировать, это наше нормальное состояние. Просто синтезит нам дает возможность эту энергию, это состояние получить. Вот, поэтому используйте его как просто энергетическую добавку, как говорится, да, именно не стимулятор, а именно как батарейку, как просто чистую энергию для вашего организма, а ваше тело само уже разберется, куда эту энергию направить. Но, естественно, если вы будете помогать каким-то образом физически и мысленно, то будет еще лучше. То есть спортсмену это что? Это выносливость, это не регенерация, человек умственного труда. Это что? Это мышление, память и так далее. Поэтому, Алексей, я благодарю, что наконец-то вы уделили нам время. Спасибо за достаточно информативный такой ответ. Всего хорошего. Уважаемые зрители, спасибо, что за просмотр. Подписывайтесь. До свидания. Пожалуйста, Александр. Рекомендую эту добавку. Это интересно и это работает. Хорошо. Спасибо. До свидания. Хорошо. Пожалуйста. Счастливо.